Адмирал, здравствуйте! Здравствуйте! Пообщаетесь с нами? Да. Мы из Земли. Вы знаете, кто мы? Он догадывается. Понятно. Мы не первые, и мы не последние, да? Скажите, мы общаемся с душой, или мы лучше пообщаться с Высшим Я? Вы воплощены сейчас или нет на Земле? Вы общаетесь с душой. С душой. Значит, Вы не воплощены, да, ещё? Ответите нам на кучку вопросов. Не против? Да, ответит. Благодарю. Экспедиция Ваша в феврале-марте 47-го года в Антарктиду она была? Да. Окей. Ваш уход был по программе или Вас убрали? По программе. Угу. Я понял. На каком Вы сейчас уровне находитесь? Девятый. Девятый. Воплощение Адмиралом — это какое по счёту было воплощение? Седьмое. Седьмое. Кем Вы были в прошлой жизни? Исследователь. Исследователь. Сколько было накоплено негативной энергии в этом воплощении? В процентах? Сорок. Сорок? Угу. Вы полностью выполнили свою миссию? Адмиралом? Будучи адмиралом? Или чего-то не успели сделать? Не слышу. Не всё. Сделал не всё. Не всё. Что не успели, самое главное? Как Вы считаете? Не довёл до конца там проект. Проект связан с Антаркедой? Ну, он как будто бы не хочет распространяться. Ага. Информация закрытая, да? Хорошо. Вы вели дневник, когда были адмиралом? В каком году была последняя запись в дневнике? Ну, вот, сорок седьмой. В сорок седьмом это последняя запись в дневнике? Ну, как-то, сорок пять, сорок семь, как-то идёт сорок пять, сорок сентября. Ну, вот, прошили гораздо дольше. Было больше, разве не вели в записи в дневнике? Идёт, нет. Понял. Вы были в Антарктиде? Да. Сколько раз? Три. Три раза. Что такое Антарктида? Вот вы, когда первый раз туда перемещались, вы её представляли в одном виде, а потом вы её увидели, возможно, в другом виде. Что такое Антарктида? Материк. Материк. Материк на сферической земле? Ну, да. Понятно. То есть это не стена, которая огибает наши земли, да? То есть это материк? Да, это материк. Стена просто существует на вход в часть Антарктиды. Но само понятие Антарктида – это не стена. Стена – это преграда между. Между. То есть и стена, а за стеной Антарктида. Верно? Да. О, теперь понятная картинка. Теперь понятно. Расскажите, вот когда вы первый раз это узнали, вы были поражены этим или какие ваши были ощущения? Как вы поняли это первый раз, что Антарктида не такая на самом деле, как она есть? Как будто бы он не испытал таких вот чувств, что он был поражен. То есть он видел нормальные явления. То есть он нормально это воспринимал, да? Да, да. Правда ли, что навигационные приборы там некорректно работают? Или какая-то выдумка? Да, это правда. Там энергии другие шкалят энергии. А что это за энергии? Есть какое-то понимание? Где-то это другой уровень вибраций или что это такое? Вибрации, да. Другие вибрации. Радиосвязь тоже плохо работает, да? Да, там происходят сбои техники. И сбои происходят по причине этих скачков энергии, вибраций. И вот этих вот, которые отличаются от земных, скажем так. Почему они отличаются? С какой целью это сделано или кем это сделано? Почему они отличаются от энергией энергии? Потому что идёт влияние иных цивилизаций, скажем так. Которые там существуют. Так, что там? Хорошо, ладно, мы сейчас дойдём до этого вопроса. Так, хорошо. Что вы искали в Антарктиде? Это были там три раза. Цель экспедиции? Ну, они исследовали, исследовали и пытались найти там иные какие-то поселения или цивилизации. Пытались как-то сконнектиться с иными цивилизациями. А это как-то связано с Третьим Рейхом или нет? Ну да, тут как-то да, связь есть. Связь есть. Да, весомая. Вам удалось найти то, что вы искали? Немецкие базы, к примеру. Ну, я вижу, как да. Да, и они что-то нашли, какие-то базы. Я вижу, что да. Потому что я вижу это как вот этот вот Третьим Рейх. Это было как весомая часть этих экспедиций. И вот идея найти это всё. И я вижу, как будто бы они это всё обнаружили. Вы общались с представителями Третьего Рейха? Был контакт у вас? Контакт как будто бы не произошло, но они обнаружили вот эти вот местонахождения. Но не удалось выйти на контакт, на прямой контакт. Не удалось. А вот в одной из экспедиций, по-моему, в 46-м году, экспедиция была целая флотилия военная. Вы ей командовали. Что произошло, что вы потеряли несколько кораблей, несколько сотен личного состава? Что произошло? Ну, у меня идёт картинка, как будто бы какие-то цивилизации не хотели, чтобы вот это вот их внедрение как-то... Какая-то цивилизация не хотела, чтобы они продолжили вот это вот изучение и просто их истребили, ну, грубо говоря, так вот. Не дали пройти дальше. Вы были, как адмирал, поражены этому событию? Какие ваши ощущения были? Всё же произошло неожиданно, да, для вас? Ну, знаю, что у меня такое спокойствие какое-то. То есть это не было для него сюрпризом. Это был как один из вариантов развития событий. То есть он ожидал, да? Один из вариантов? Да. Чувствую такое, знаешь, какое-то вот спокойствие. Спокойствие. Как будто бы этот вариант он предусматривал. Это вот этот бой ваш... Это был бой с кем? С немцами или с представителями иной цивилизации? Внеземная цивилизация, да. Я вижу, как будто бы с неба вот идёт какая-то вот истребление его плота или, как это назвать, его экспедиция. То есть это какая-то внеземная цивилизация не захотела вот данного внеземного... Проникновение. Проникновение на свою территорию, да? Потому что это как вмешательство. А сам бой был с кем? С какой-то энергией или по рассказам там были какие-то летающие аппараты в виде тарелок? И они там... Ну, возможно, это были тарелки, но я вижу, как будто бы какая-то энергия из космоса не дала им продолжить вот эту вот работу. Да, всё-таки это было какое-то энергетическое, да, воздействие. Какая-то внеземная цивилизация. Тарелок конкретно я не вижу, но... Так, вот после этих трёх экспедиций был прямой контакт с представителями этой цивилизации или нет? Да, будто бы был, да. Расскажите, пожалуйста, об этом контакте. Потому что есть информация, описанная из источников. Как вы общались, как вас встретили? Ну, у меня идёт информация, как будто бы он сам хотел этого контакта. И с другой стороны, так же было желание, и вот они вышли на связь. Произошло... Можно поподробнее об этой встрече? С кем была встреча? Какое было предостережение озвучено человечеству и так далее? С кем была встреча? Да, это был какой-то, по-русски говоря, как предводитель, полководец, какой-то один из представителей космических цивилизаций. И предостережение состояло в том, чтобы не было каких-то посягательств на Антарктиду. Не хотели они, чтобы изучали данный объект, скажем так. И внедрение не хотели. Что адмиралу показали? То есть он физически был, показали ему Антарктиду? Или контакт был на нашей стороне? Или на той стороне? Где произошел контакт? За стеной или перед стеной? Перед стеной. Не показано. Перед стеной. То есть его не приглашали в Антарктиду? Ничего не показывали? Лично ему? Контакт произошел перед стеной, но ему показали, что будет происходить, если зайдут какие-то внедрения в Антарктиду со стороны земной цивилизации. То есть показали, какие будут последствия, да? Да. Нежелательные, скажем так. Это форма цивилизации в каком она виде? Она гуманоидная? Она, не знаю, рептильная? Или это люди? Кто это? Их лицо какое этой цивилизации? Кто это? Внешне, как они выглядят? Этмическая цивилизация, я ее более чувствую как энергия какая-то там, да? Если описывать, как выглядит... Ну, не знаю, какая-то гуманоидная раса. Высокие. Руки-ноги какие-то тощие, такие вытянутые тела. То есть мне сложно описать, какой класс они подходят. Что-что? Мне сложно описать и дать им какое-то конкретное описание в плане класса. Сказал, гуманоидные, с вытянутыми какими-то ногами, руками, высокие, такие длинные. Больше как энергия какая-то космическая. Ну, если они уже выглядят как гуманоиды, то это уже не энергия, это уже на физическом плане они как-то имеют какие-то дела, правильно? Сначала я увидела это все как энергию, которая вот какая-то... Энергия, если сравнивать с человеческими энергиями, то, конечно, они намного выше, сильнее прокачивания. Если, то как-то вот я их... Я не могу это описать как рептилоид или какой-то там еще класс. Ну вот, может быть, как гуманоид. Кем они являются для нашей цивилизации? Кто они нам вообще? Это кураторы, это враждебная какая-то цивилизация. Какая идет от них энергия? Ну, это просто иная цивилизация, они как соседи. А, иная цивилизация. Как они на нас влияют? Никак не влияют, они просто соседают с нами, скажем так. Просто соседи? Да. То есть у них нет такой там задачи нас поработить, нас уничтожить, либо нас превознести там и так далее. Нет такой задачи, да? То есть у них самостоятельная, автономная жизнь от нас, да? Они живут сами там по себе, но почему-то пытаются внедриться туда, попасть к ним, и им это не нравится. А они к нам участвуют в нашей повседневной жизни как-то или нет? Или тоже стараются нас не беспокоить? Они никаким образом нас не беспокоят, я бы сказала. То есть мы для них не интересны? Нет. Нет. Хорошо. Как тогда немцы построили там базы свои? Вопрос. Ну это вообще другая тема. То есть вот эта цивилизация к немцам, они как бы не относятся друг к другу, как-то они взаимосвязаны. Не взаимосвязаны. Хорошо. Тогда где были немецкие базы? Если адмирал исследовал и нашел какие-то базы, где эти базы физически тогда находились? Это материк большой, это в разных местах все находятся, базы в другом месте. В другом месте. Данное место, оно как пустует, там никакая цивилизация не... Не присутствует. Да. На данный момент эти базы как-то заселены немецкие или они... В каком они виде сейчас? Живые, неживые? Нет, будто бы неживые. Неживые. Ну я вижу как базы, понятия базы и как бы что-то вот присутствует, но жизни там нету. Как будто бы все заброшено и все. Что-то осталось, но как-то жизнедеятельности там нет никакой. Понятно. Хорошо. Какие-то... Адмирал полетал в самолете над... над Антаркидой, якобы. И... Видел какие-то тропические... Извиняюсь. Летал на самолете. Не видел какие-то тропические территории с горными хребтами. Было такое дело или нет? Что он видел такого экстраординарного? Да, это было. Что он видел? Ну это просто какая-то местность, которая вот имеет такой вот климат и... Видел, это действительно так было и... И это может быть. Да? Это просто вот микроклимат такой вот. Эта территория, она перед стеной или за стеной? Перед? За-за. За стеной. То есть ему показали то, что находится за стеной. То есть он что-то видел, правильно? Да. Каких-то животных он видел? Необычных? На этой территории? Да. Каких? Но я бы не сказала, что необычных, но какие-то такие экзотические животные, да, он видел их. Он видел с бота самолета или они садились и исследовали эту территорию? С самолета. С самолета. То есть они не садились, да? Нет. Гора Улевитана. Что это такое? Ну, это гора, которая находится где-то на пересечении двух, ну, как бы всё на одном материке, но она разделяет два разных мира, скажем так. Две разных цивилизации. которые граничивают друг с другом, соседствуют. Соседствуют. Какую она функцию эта гора несёт? Она будто разделяет. Просто разделяет? Ну, разделяет и как-то не мешает, не мешают эти две разные, там, два разных мира. они как бы за счёт... За счёт чего? Ну, просто вот эта гора как бы разделяет... Разделяет две территории, да? За счёт этого цивилизации как бы вот так вот гармонично живут. Ничто их не приводит в комфорт. Как-то так я это вижу. Понятно. земля полая внутри или она не полая? Есть цивилизация внутри земли? Да, есть. Что это за цивилизация? Я вижу какие-то тёмные энергии почему-то. Я не могу тебе сказать название цивилизации, но какие-то такие тёмные и тяжёлые. Тёмные и тяжёлые. Адмирал был там или нет? Нет. Не был, да? Угу. Не был. Понятно. Хорошо. Что какое-то какое-то пожелание адмирал дадите человечеству? Обращение может быть? Пожелание? Ну как-то ему хотелось бы, чтобы человек оставался исследователем вот в душе. Даже если он не летает там в другие, на другие материки, в другие миры или, возможно, не верит в какие-то другие цивилизации, чтобы человек был исследователем в своей жизни. Адмирал, а адмирал, цивилизаций за вот этой ледяной стеной, которая нас отделяет от соседей? Двенадцать. Двенадцать миров? Я вижу, когда цифру двенадцать. Возможно, это не предел. Понятно. Не хотите сейчас с нами переместиться туда за стену и попытаться посмотреть? Кто же это сделать? Может сделать? Сопроводит нас? Ему интересно будет? Да. Хорошо. Ангелы-хранители с нами? Да. Давайте тогда попробуем переместиться на материк Антарктида под названием Антарктида. Один, два, три. Перемещаемся на материк.